Ну, которые как бы советовали, там что-то рассказывали. И все они в один пор он говорили о том, что нам такую станцию построить не удастся. Но, тем не менее, станция была построена. Но при проходке центрального сала, вот этот этап, на половине станции применялась заморозка. Под улицей, под улицей Борького, были сделаны две траншеи, две штольни, под покрытием, скажем так, под асфальтом, из которых были проволены скважины, и заморожен весь массив над станцией, иначе просто там верх станции находились в половине, и построить это не удалось. В принципе, в конце, когда это самая реконструкция станции, тот конец, где старый наклон, он все время тек. Там очень сильные протеки были на талонах, на своде. Это, собственно, вот тот самый плывун, который там находится. После реконструкции станция, конечно, была исправлена, пока там все хорошо. Ну, вот, собственно, это пилонная станция, которая такой проект послужила основанием для дальнейшего развития. Это потом применялся и на второй, третий, четвертый, на всех последующих очередях. Боковые залы чуть уменьшили диаметры, там что-то изменили, там отказались потом от построенных помещений в центральном зале. Но, тем не менее, этот проект, который был сделан в 30-е годы, в конце 30-х годов, по сути дела, мы имеем и сейчас в работе. Это внутренне, сферный канал, который проходит, это вот эти ниши, где находится мозаика, и вот металлические балки, перекрытия, которые удерживают колонны, потому что они не слопнулись. Вот, по сути, то, что мы имеем в станции после реконструкции. Ну, и специально для выноса подумать, как это сделано. В дальнейшем, собственно говоря, на самом деле строительство развивалось в плане удешевления строительства для того, чтобы быстрее построить. Были, конечно, уникальные проекты, как станция Комсомольская, Павелецкая, Семеновская, на которые пилоны, ну, которым бетонный куб был заменен на два ряда полон, например. Но, тем не менее, это оказалось очень невыгодно в плане строительства, а в эксплуатации, в принципе, тоже. Поэтому, может, такой проект, например, никогда не строиться. Также на Большом кольце, ну, уже, которое началось в годы войны, впервые применился, наконец, некоминированный щит. Это вот, он, собственно, работал на перегоне между Красносельское и Киевское. И был пройден, например, больше, где-то, там, 250 лет, примерно, там, то есть, минус. Первые опыты проходка показала, конечно, огромный результат, что планеты было быстро. Это было огромные темпы, несвыканные. И уже в дальнейшем на строительстве Сибаковского радиуса, это станция Винха до Проспекта Мира, уже работал нескими книгами на счетах. Но потом сложилась так ситуация, то, что дефинированные щиты на московском предполитении применяются исключительно для, ну, почти только для мелкого заложения. Ну, до 90-х годов, скажем так. Вся глупокая проходка, тем не менее, все равно ввелась брудерным способом или отбрызанными молотками. Проблема грунтовка очень жесткая здесь снег. Пробовали применять щиты, но, как бы, особого результата не дали. В отличие от Киева или Питера, где Питера вообще глина, где приказы строить ветро, ну, там тут полу, практически, полу, подойдет, где, собственно, показали рекорд по полтора километра в месяц работе. И там щиты нашли на глубоком вложении прекрасное применение. В другой же мчужиной Большого кольца является, конечно, станция Комсомольская, которая служила дальнейшим развитием станции Мояковская. Ну, в процессе развитием новой станции. Здесь мы могли отказаться от расстрелов в этом центральном зале, поэтому можно было расстрелить центральный зал огромного размера. Отказались от металлических конструкций свито, здесь просто боковая бетонная пресса, но, например, для бетонной плита. Единственное, сделали двухтавровые балки боковых залов, поэтому здесь зал занижен. Здесь, опять же, связана легенда, то, что конструкторы очень долго идут в плену времени для того, чтобы колонны сделать очень маленькими по размеру. Когда он увидел первую архитектуру на проект станции, там только был гранит на навешан, чтобы колонн увеличить чуть-чуть в два раза. Как гласит история, он вцепил в архитекцию, с вами, ты что делаешь, я сейчас много времени потратил на то, чтобы сделать изящную конструкцию, а ты все это срыв, переделывая проект. И, в общем, с его подачи, проект был переделан, и сейчас на станции Комсомольская мы видим площадку колонны примерно так, как она есть на самом деле. То есть там гранит, мрамор, это минимальное количество. Еще одна из интересных особенностей, которые сделаны в 50-е годы, это было строительство Глубокого Арбата, которое велось, как мы сказали, в тайне от москвичей, и за два года было построено станции Арбатская, Смоленская и Киевская. По легене говорят, что это якобы секретное метро и так далее, но, в общем, это не содержит никакой доказательств. И там, собственно, в первую московскую интерпретацию была проявлена задача на действующем перегоне, который ведет в сторону Алисканского сада, построить камеру съезда для того, чтобы подсоединить того перегона. Вокруг станции, собственно, были сначала пройдены шторни с фундаментом, раскрыты колоды, в которые сделаны чугунный свод, и, соответственно говоря, в какой-то момент я общался с Мушницей, который тогда работал как раз по временам, он сейчас туннель уже умеет давно, потом говорит, что однажды мы ехали, смотрим, в туннеле нет тюбинга одного, на следующий день нет двух тюбингов, потом три-пять, и в какой-то момент мы едем уже, тихонечко разбирали-вызбирали, в какой-то момент мы просто внезапно в один день поехали по новому пути к москвичной инстанции. Ну вот такая вот история. Еще уникальная строительство было связано с судьбой станцией Побереской. Эта станция, которая строилась во время войны, она должна была быть колонной, но из-за того, что все металлоконструкции оказались не по Петровскому, который уже затрачен фашистами на тот момент, станция была построена пилонного типа, без центрального вокзала. Если вы помните, там, где выход к вокзалу, такая очень пилонная часть узенькая, темная, это, собственно, та родная Побереская, которая была построена в Путску во время войны, а все остальное было просто ничего не было. И потом в течение 10 лет станция была переделана. То есть вот в Путяне была возведена такая защитная конструкция, то есть здесь пассажиры, здесь поезда, здесь санитарная отделка, которая была, и начали строить, построили здание, поставили колонну, соответственно, култуннели, сделали проходку центрального зала. Но все это, естественно, велось в условии кислочного металлитена, и это где-то процесс растянулся на 3 этапа и где-то примерно 10 лет. В 10 лет станция тихонечко реконструировалась, и потом, собственно, мы теперь видим ту самую Побересскую колонну, которая есть на самом деле. Но это уже позднейшая конструкция. Второй пример реконструкции, которая, это станция Борковская, была построена на действующем перегоне, Пуст был в 79-м году, тоже уникальная операция для Московского металлитена, хотя, например, в Англии, в известном случае, в 20-30-х годах, когда станции там переносились в место на место для того, чтобы увязать пересадки, когда там все начали приводить в порядок. Или, например, уширение диаметра туннеля здесь, без прекращения движения поездов на 20 см, для того, что там не наценки другой прием состав, и надо было сделать конструкцию. А также же, как бы, на этой действующем заднеле, который нынул во время второй очереди, между Маяковской и Театральной, было оставлено место, только в 79-м году появилась станция. В принципе, такие заделы есть еще на Кольце, между Киевско-Краснопресненской, и есть там между станцией площадки Борисово-Курска. Там есть заделы аж на две станции. Но говорить о том, что эти заделы будут когда-то реализованы, сейчас, конечно, к сожалению, не будет. Там очень дорого, трудно. Ну и, собственно, изменичный отказ от строительства Борисово-Курска, к сожалению, показывает, что, скорее всего, эти заделы, так и останутся заделами. В дальнейшем, как бы, строительство, как я сказала, развивалось на тему удушевления и удушевления темпов. Был придуман еще раз московский способ, который заключался в том, что мы щитом проходим на маленькую глубине, без скрытой поверхности. То, в принципе, как сейчас строится перегон, например, Попорелосе, Салавио, Лемянцево. Были придуманы новые проекты станции. Вернулись опять колонны станции. Так называемые колонны станции московского типа с минчатыми переводчиками, это как, например, станция Трубина, например. Первая станция такого типа, это была станция Китай-Город, которая потом разделилась до станции Трубина и Достоевская. В Питере же прошли по своему пути. Они построили станции железобесонных блоков, тоже колонного типа. Москва вообще традиционно все время использовала чубоны. Это и традиции строительства, и технологии, и некий опыт, который был приобретен. В 50-е годы началось, конечно, исследование в плане железобетона, потому что это дешевле и проще. Но строить станции из железобетона в Москве так и не учились. Хорошо, это плохо, трудно сказать. Но сейчас всегда есть проекты по использованию различных технологий именно в плане средствовых станций для реча оборудования бетона или железобетона использования. Может быть, что-то за это будет реализовано. Все. Большое спасибо за внимание. После меня столицы расскажут про то, как развивается время на микроре. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ